В трендах, да? Начнем с трендов, потому что, в принципе, это самое дефолтное, что мы делаем, с чего мы начинаем. Разогреваемся, скажем так. Знаете, на каждой тренировке, когда вы приходите в зал, первое, что вы должны сделать, это, естественно, размяться, растянуться. Откуда ты это берешь? Ну, первое мне Лазович сказал, второе мне не буду называть имен. Вот. Ну, в общем, я просто тебе говорю, Гриша, пересмотри отношения к своим словам. Гриша, пересмотри. Так, а значит, что там? Что я говорю? А, когда вы приходите в зал, первое, что нужно сделать, это размяться, растянуться, да, чтобы ваши мышцы, а потом при выполнении каких-то дел, уже были наполнены кровью и так далее. Вот мы, собственно, этим занимаемся в трендах и будем смотреть сейчас, что у нас здесь есть. Самоделка из четырех тысяч ногтей. Господи Иисусе. Будет со всей планеты тем или иным. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем, я хуй знаю. Господи избавляет свое тело от отросших ногтей в количестве 15 миллиардов штук в сутки. Таким образом, ежедневно в помойку летит около 215 тонн кератина, кальция и прочих составляющих ноготь компонентов. Давайте прекратим выбрасывать этот замечательный материал и попробуем как-нибудь его использовать. Здарова, друзья. Под свежим видео на канале я заметил комментарии... Ну, в принципе, неудивительно, почему именно этому человеку пришла именно такая идея. ...смерно следующего содержания. Автор комментария очень сильно негодует по тому поводу, что самоделки на канале стали слишком сложные и не колхозные. И их сложно повторить людям из какой-нибудь зажобинской деревни. Автора комментария, в принципе, поддержали в комментариях к его комментарию, и я решил пойти подписчикам на встречу и показать вам то, чего вы так хотите. Сейчас что-то сложно было с комментариями. Прям тяжело было, но тем не менее. Адский колхоз. Сегодня мы будем делать самоделку, основной компонент для создания которой есть просто у всех людей на планете. А остальным... Возможно, это циклоп. Возможно, это циклоп. Кто его знает? Кто его знает, точнее? Может, он снимет очки и всем пизда. Поэтому он, блядь, тут как бы нас еще, скажем так, предостерегает. Материалы можно купить практически в любом хазмаге. Есть у меня один маленький секрет, о котором знают буквально 2-3 человека. Так вот, Литц, мне не терпится показать тебе мою коллекцию состриженных ногтей. Состриженных ногтей? Битлджус, люди их обычно выбрасывают. Рассмешай, Литц. Уже на протяжении 6 лет я собираю состриженные ногти в коробочку. Зачем? Эти ногти ждали своего часа, такого, как выдался сегодня. Здесь находятся как мои ногти, то есть ногти с ног, так и рукти, то есть ногти с рук. Не путайте, это важно. Именно эта куча ногтей сегодня станет ос... Блядь, как это отвратительно выглядит! Господи нахуй, Ютуб! У тебя же есть эти... Как они там? Правила сообщества. За парнуху там, за всякую такую ты же банишь. Но тут же тоже, это месиво какая-то, жесть, это жесть какая-то, жесть. Основным компонентом наши замечательные колхозные самоделки. Я очень долго думал, что с ними такого сделать. И даже попросил совета у одного из своих подписчиков, Сереги Гусева. Я пытаюсь, я пытаюсь, блядь, я пытаюсь разжижить свои глаза, чтобы не так отчетливо видеть все, что происходит на экране. В области нестандартных и трешовых идей. Он предложил залить ногти эпоксидкой в какой-нибудь формочке, и я развил эту идею до декоративного светильника или ночника. Итак, нам понадобится. Коробочка ногтей и руктей. Эпоксидный клей. Вот такой самый дешевый ЭДП можно найти практически в любых хостоварах нашей необъятной страны. Матрису для заливки сделаем из пластилина. О, и подсветку. Ты там что надумал, метросексуальный? Не смотреть больше мои видео, ты ничего не попутал. Ты же поднялся на моей мистике, а теперь нос инвертик. Привет, Макс, сейчас блеван. Кстати, как чемпионат в ПАПК, вышли в следующий этап. Надо же, я дожила капа. Спасибо большое за подписки, спасибо большое за донаты. Эли Ди, отстань. За 300 долларов спасибо. Привет, сейчас блевану. Шексуальная сумма. Так, сейчас еще донат заедет. Не, этот чувак интересные самоделки делает? Серьезно. Просто в этот раз он немножко обнулся. Получается, что я, это оригинальность. Или я что-то путаю. Так, сейчас, блять. Господи, хотел написать что-нибудь про 8 месяцев, но эти ябания ногти все перебили. Спасибо за 8 месяцев. Насчет ПАПГа, нет, мы не прошли. Но 23 числа будет какой-то еще небольшой турнир, который мы сыграем. Он будет однодневный. То есть, там прямо вот в этот день будет решаться все. Там все зависит от места, грубо говоря. За 16 место ты получаешь, например, 200 баксов на рыло. Вот, типа того. Ну и чем выше места, тем больше бабок. Вот, наверное, сыграем 5 каток будет. В каждой катке, собственно, ты можешь получить, там, от нуля до первого места, там, столько, сколько ты, собственно, выиграешь. Вот, поэтому мы, наверное, поучаствуем еще в этом турнире. В принципе, почему нет. А на тот турнир мы не прошли. Там было какое-то зрительское голосование, которое я решил. Макс, привет. Поздравь, пожалуйста, с 17 днем рождения Палю Игнатьеву из Ульяновска. Как ты умеешь, ей будет очень приятно. Бля, ну донаты пошли, просто я не могу сейчас ничего сделать. Сейчас, секунду. Сексуальная сумма. Макс, привет. Здрава. Желаю счастья и добра. Передай Ваньку привет, как ты умеешь. Как ты умеешь, бля, а как я умею, я не знаю. Что такое, а как ты умеешь, что это такое, бля, ну я умею, да, есть такое. Умею передавать приветы. То есть, вот начнем с того, что с днем рождения 17-летнего Полю поздравляю я. Поля Игнатьева, 17 лет, 17 лет. 17 лет, вся жизнь впереди. Вот, вся жизнь впереди, а потом тебе 21, и все уже, все уже пошло по пизде. Поздравляю, поздравляю, осталось 4 года. Незнамус, Ваньку, Ванек, привет тебе тоже, смотри там аккуратнее. Потому что у тебя тоже день рождения когда-то будет, по-любому. Поэтому я тебя заранее поздравил, чтобы, не дай бог, Незнамус не подлетел и не попросил меня, как я умею. Ну ты понял, короче, бля, я устал. Вот, и все, а все на все ответил. На все ответил, заебись, поехали. А, да, и я хотел сказать по поводу этого чувака, там до нас залетал, что типа он делает нормальные самоделки и так далее. Сейчас что-то немножко ебнулся. Я знаю, я видел кучу его всяких штук. Так, просто залетали мне в рекомендациях, потому что я иногда люблю посмотреть что-нибудь подобного формата. Но его конкретно видосы я не смотрел. Но видел, что там типа он делает там что-то интересное. Вот, но просто мне как материал ногти сострижены, ну так себе. Мы сделаем из светодиодной ленты. На строительном рынке можно найти 5-ти вольтовую ленту и питать ее от зарядника для смартфона. Но можно взять и обычную 12... Знаете, такое, такое состояние в душе, в душе такое, вот такое, вот такое... Знаете, даже когда свой ноготь сострижешь, он упадет куда-нибудь, да? Это как Гришковец рассказывал. Через время, ну пропал просто, упал. Он же, ноготь живой, как в принципе и провода от наушников. Меняй название стрима, нах, смотрим донаты. Спасибо за 100 кристаллов. Так вот, эти проводочки, да, они сами живут. Ноготь тоже, он как бы упал и съебался по-быстрому, потому что мало ли. Но видимо у него жизненной энергии маловато, и поэтому он там добегает буквально пару метров и дохнет сразу. То есть такой типа, ааа, свобода, и все, и нету его. Но, рано или поздно, ветер или еще какая хуйня его немножко выгоняет из тех мест, куда он спрятался, да? Или кот там, не знаю, ну кто угодно, короче. И ты идешь такой, блядь, себе абсолютно ни о чем не подозревающий. Наступаешь на этот ебучий ноготь, и вот ты его видишь на полу, да, он старый, засохший, такой уже неприятный. А там у него, сука, 4000 ногтей, ёб твою мать. Так вот он один такой, лишь ты думаешь, фу, бе, это как бы возможно скорее всего мой ноготь, да? Мой ноготь, ну чей еще, ну или кого-то из родных, это же мой дом типа и так далее. То ты думаешь, блядь, господи, фу, как отвратительно. А ты ведь, это ведь ты, это ведь сука твое, ты же, это ты же, прям вот ты, ты. Но, нет. Какие нахуй лаги, о чем вы говорите, никаких лагов, не врите. ...вольтовую и найти к ней блок питания на 12 вольт. Также понадобится пара винтиков для крепления. Матрицу для заливки можно лепить по рисунку или по распечатке. Я напечатаю свой логотип на обычном принтере. Защищаем бумагу скотчем, что бы эпоксидка не прилипла. И начинаем лепить матрицу, хорошенько прижимая пластилин и разглаживая края, буквально вмазывая его в скотч, что бы не протекло. Далее начинаем формировать вертикальные стенки матрицы и подгонять их под рисунок. Чем равнее... Да почему матрица, скажи формочка? Что за матрица нахуй? Матрица фильм, блядь. Я понимаю, что так она называется, но формочка, формочка. Ты формочку делаешь из пластилина. Матрицу делают из серьезных каких-то вещей, блядь. Это формочка, просто формочка из пластилина. Чем вы разгладите внутренние стенки, тем проще будет отмыть пластилин от готового изделия. Вставляем винтики крепления и кусочки ленты с перепаянными проводами. После этого желательно поставить матрицу в холодильник или морозилку, чтобы пластилин слегка затвердел. Теперь можно заполнять матрицу наполнителем. В нашем случае... Пиздец, использование ногтей просто, ебать, использование ебаный в рот ногтей, господи. Привет, Аричи, привет. Все отлично, все хорошо. Блядь. Тупо лучшее использование ногтей свои. И ногтями. Расчехляем эпоксидку. Отвердитель. И сама смола. Смешивать нужно в отношении 10 к 1. Удобнее всего это делать при помощи... Блядь, Максон, я ем, мне пишут. Блядь, а я как тут, каким образом? Это чел какой-то тут, к нему все вопросы. Я ничего не знаю. Я зашел, блядь, на втренды и вижу эту хуйню, включаю, смотрю. Все, блядь, от меня тут ничего никак, нигде. Тут такое... ...точных весов. Но мы с вами люди простые и используем более доступные шприцы. Всего для этого проекта мне понадобилось 50 миллилитров смолы. Тщательно все размешиваем... ...и заливаем, контролируя уровень смолы, которая будет плавно оседать. Я решил чуть-чуть приподнять наполнитель, чтобы он торчал из поверхности. Так будет смотреться более круто. Спустя сутки смола застыла, и можно извлекать отливку. Чё это? Чё это? Очистить отливку от пластилина не очень просто, но в горячей воде зубной щеткой и тряпочкой отмывается весьма неплохо. А скопление пластилина можно выбить струей горячей воды. Ну и собственно вот такая получилась штуковина. Эпоксидка никуда не утекла, форма везде получилась такая, как я хотел, так что никакой механической обработки делать не будем. Подставку для светильника я сначала хотел сделать деревянную, но она бы не контрастировала с самим светильником, а также связодиоды это больше стиль хай-тек, и сюда лучше подходит алюминий, например обрезок алюминиевого профиля. Сделаем в нём отверстие для крепления и для проводов. Далее собираем и подключаем всё как задумано. И получается отличный светильник-ночник, сделанный в лучших традициях DIY из говна и палок. Прелесть такого светильника в том, что издалека он выглядит как обычный клёвый светильник, но стоит присмотреться поближе, как... Да, приводишь такую тёлку к себе домой. Ну, такая романтическая атмосфера, свечи, светильник. Она такая смотрит, о, какой у тебя оригинальный светильник? Ты такой говоришь, да, я сам его сделал. Она такая, ничего себе, а можно поглядеть? Я говорю, конечно. Она подходит, падает в обморок, ты её ебёшь. Ну, в общем, идеальный светильник для вот всех этих самых дел. Я понял, в общем, блядь, странно, очень странно использовать свои ногти таким образом. Кажется мне, вот некоторые вещи, которые давным-давно придумали, давным-давно, да, которые, например, там, не знаю, ходить в туалет, да, в унитаз, выкидывать ногти, блядь, и так далее, придумали вот раз и навсегда, и хорошо, что их придумали. Вот так вот, собственно. Надо следовать этим, собственно. Собственно, покрасил идеально бутсы водой. Всем привет, друзья, это снова аквапокраска. Мы вернулись к истокам тому, с чего начали. Бутсы, и я могу сказать сразу и хорошую новость, и плохую. Возможно, это последний ролик, связанный с аквапокраской в таком виде, который вы видели ранее. То есть, просто вода, и болот. Спасибо. Спасибо. А вот ты, слабой целый год. Не пукать. А вот и годик, дратути. Дратути, спасибо большое за год. Мы уже всё попробовали, все варианты на раз наберётся очень крайне. Спортив лист. Мы, естественно, вода, это природа. Хорошенечко взбалкиваем. Просто интересно, что получится. Да, детка, да. Вы не представляете, насколько это приятный процесс, и насколько это классно делать. Давайте, раз, два, три. Not bad. Согласитесь, друзья, not bad. Он надо ему дать высохнуть, там сейчас воды, вы не представляете, сколько. Дадим, как всегда, высохнуть, но чёрный с оранжевым и оранжевым носком классно смотрится. Мне кажется, если честно, если взять какой-то там наждачку, вот здесь вот можно снять всю краску, с носка она даже пальцем снимается. Подошва получилась прям, ну, очень сексуальное, вкрапление, мне безумно нравится, поэтому давайте отставим сторонку и начнём с старыми бутсами. GoPro всё-таки отправляем на дно. Первая бутса сохнет, но я могу сразу вам сказать, получилась она очень красивая, я прям не ожидал. Давайте приступим к второй. Это пара демиксов, которые мы тестировали, и в прошлом ролике, когда мы красили, и предмогли, это, который... Где она? И ощущение, что носок у нас совершенно белая оса, уйди, не до тебя. Мне кажется, нам понадобится повторное погружение. Смотрите, почему-то фиолетовая краска, возможно, из-за того, что она из другого, как бы сказать, материала, точнее, из других элементов, по-моему, слой погрузим. Перерыв не болтовал эффект, Да, цвет меняется стоять без погружения, иначе она превращается в жесткую пленку, как это было с прошлыми бутсами. У нас получился снова Marvel. На самом деле, мы уже столько цветов использовали, что каждый раз, когда мы пытаемся подобрать новую комбинацию, мы понимаем, что мы где-то это делали. И правда, такие бутсы у нас уже примерно получались, правда, не знаю, лучше или хуже. Ладно, хорошо, в пизду. Комментировать никак не буду, потому что странная конякать. Может, кому-то и нравится, может, кому-то и нет, не знаю. Так, что у нас еще есть? О, мое любимое! Собственно, это один из тех роликов, которые действительно заслуженно находятся в тренде, в российском. Как бы, то, что и должно быть там. Собственно. Соболев против экстрасенсов, разоблачения фокусов и методов. Как-то поздно Соболев начал заниматься этой хуйней, потому что мы об этом говорили, я не знаю, я об этом говорил минимум года два или три тому назад, начинал говорить уже на интернетные, там еще есть, забыл, как у него фамилия, чел, который, в общем-то, организовал премию Гудини, вот, как там, Михаил Лидов, я не помню, короче, у него фамилию, в общем, он об этом говорит постоянно и так далее, но, в общем, ладно. Тарология, все о нем. 47 минут в трендах. Всем здравствуйте, я Ольга Фоменко, вы на канале Таро Лайф. А сегодня хочу сделать для склад... А, Таро, Таро, Таро Логия. Это, блядь, про карты Таро. У нас есть, оказывается, целый канал, целый канал, посвященный, как раз таки, этому замечательному, абсолютно, стопудовому, гаданию, да, если кто не в курсе, то карты Таро, любые другие карты, предсказатели, ясновидящие, и все остальное, абсолютно, 100% существуют, да, кто не в курсе, мало ли кто не в курсе, мало ли кто не в курсе. Вы что, канал ТНТ не смотрите? Это же, это же 100% существующая хуета. Так вот, существует, оказывается, каналы, на которых 27 тысяч подписчиков, очевидно, накрученные некоторые просмотры, и так далее, и люди это смотрят, на полном серьезе, прямо, благодарю, пусть так и будет, спасибо, точно, самое классное, что для индивидуальных консультаций, у нас есть, мейл, ватсап, класс, класс, мне нравится, мне нравится, что это происходит, то есть, если мы говорили, про Эли Ди, Алоэ Вера, и прочих странных, мистических, они просто снимают развлекательный контент для детишек, чем самым, кстати, подрывают их основы, ценности, и прочие хуйни, вгоняя их в ощущение того, что, возможно, всякая мистическая поебота существует, и когда они вырастают, они начинают вестись вот на вот это вот Таралайф, блять, второго тебе разочек, спасибо большое за год, спасибо большое за годик, так, ну, в принципе, все, да, в принципе, это кончилось, я не вижу ничего больше интересного в трендах, такого, чтобы можно было реально глянуть, и порофлить, ну, вот Тимон Чейвстока, конечно же, опять со своим другом, по-моему, Серегой, сейчас, всем привет, что если переехать на машине, бассейн с ньютоновской жидкостью, я в ожидании, Тимоны, это пять крутых трюков с ньютоновской жидкостью, многие из вас видели ролик, где мы создали бассейн с ньютоновской жидкостью, объемом, а Серега все ржет, блять, тысячу литров, нам для этого понадобилось 400 килограмм кукурузного крахмала и много воды, ну, это было так, как земля, знаете, это выглядело прям как в фильме, хохмач, качество, конечно, поражает съемки, человек бегущий по воде, не, по земле, или по воде, ладно, не важно, самое интересное, это как ньютоновская жидкость затягивает свои ямы, даже когда вы ее трогаете руками, она твердая, как предмет, но когда ее взять немного, она растекается по рукам, Серый, когда вставал в этом бассейне, жидкость на время оставляла след от его тела, а разве можно такой труп проделать в воде, это просто нереально, значит, по ней реально можно проехаться, ну, давайте начнем с лет, на самом деле, реально, реально, но на очень замедленной съемке, предметов, как вам моя машинка на радиоуправлении, помните, именно ее я заставил взлететь, прикрепив крылья, ну, а теперь мы проедемся по ней на ньютонской жидкости, это было так красиво, на время я забыл, что мы едем по жидкости, они по земле, ой, а, сейчас, как там, здесь так красиво, перестаю дышать, ой, блять, так,